всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад такое уже видели название речь пойдет о наших детях у кого они есть у кого есть внуки может быть захотите посмотреть на своих внуков в общем сегодня будем рассматривать кто ваши дети и какое отношение либо какую связь они имеют между собой и что они друг другу должны дать принципе если у вас нет детей и внуков вы достаточно молоды но у вас есть братья сестры да то вы можете эту тему рассмотреть и в таком контексте да то есть ваше отношение по отношению к вашим братьям и сестрам значит у нас будет внимание да сейчас внимание нас три позиции я думаю мы сделаем таким образом значит будете выбирать первую вторую да если будете рассматривать в контексте того не что вас на например было двое наличие детей до двое либо трое максимум это вот первая вторая позиция а третью позицию мы наверное загадаем почему потому что с большим количеством детей потому что я знаю что у меня есть подписчиках многодетные мамы если захотите посмотреть то вот зелененькие камешки а вот так немножко отодвинул это будет для тех у кого давайте скажем так больше больше трех детей да то есть четверо пятеро посмотрим на большее количество значит первый второй камешек это для тех у кого до трех да то есть в семье детей либо братьев либо внуков да вот первая вторая а третье это будет для уже ну то скажем от четырех и больше да то есть 45 55 от детей ну 6 я не думаю что будет время посмотреть меня вот но я знаю что те у кого четверо деток и пятеро до меня смотрят на больше я просто не знаю может и есть но я не знаю так работать будем на колоде небо и земля я взяла чака специально темные и светлые истории это мы на ней будем смотреть уроки ваших детей между собой вот время вам было наверно предостаточно мы приступаем итак позиция номер один голубенький камешек посмотрим и давайте я рассмотрю сколько пойдет в первую позицию у меня идет двое детей если у вас есть третий ребенок да то вы сможете наверно в красной позиции посмотреть да потому что первая позиция у меня идет здесь даже у кого-то один ребенок либо макс два не больше поэтому рассматриваем тогда это первая позиция у кого до двух детей и так мои дети кто они значит мы смотрим детей не по мере их рождения а просто я обозначу ребенок номер один и ребенок номер два а вы загадываете уже сами то есть это будет вот этот а это будет вот этот не обязательно по порядку то есть номер один это не значит он первый родился я вот на всякий случай поясняю потому что я считываю энергетику и здесь я не могу понять здесь у меня первым ребенком может быть как девочка так и мальчик значит ребенок номер один кто он вот первый ребенок здесь знаете ребенок у которого такая очень объемная энергия то есть это не обязательно ребенок который в теле да но здесь опять-таки если девочка она может быть и худенькая но знаете вот у меня какая-то такая вот большая энергия да это вот небольшая в контексте того что ребенок входит в комнату и вот он своим присутствием заполняет все пространство то есть вот такая вот большая емкая энергия этого ребенка я не могу сказать что он такой властный хотя немножечко агрессия проскальзывает такая даже не агрессия желание доминировать но все равно давайте посмотрим ребенок номер один кто он четверка пинакли знаете ребенок такой материальный поэтому я скорее всего и увидела такого вот очень мощную энергию ребенка приземленного то есть этот ребенок он любит деньги как минимум да он любит такой вот хорошую жизнь может питаться да вот любит здесь даже не то чтобы много кушает скорее всего узнаете вот ощущение того что ребенок набирает массу вот как вес да то есть не обязательно лишний вес я это все время уточняю а я считываю энергию то есть здесь ему вот необходима такая масса большая для того чтобы утвердиться в этом мире да вот заземлиться в этом мире то есть это не этот ребенок это не про духовность сразу скажу это ребенок он больше такой практичный больше такой знаете немножко прижимистый я могу сказать этому ребенку сложно выражать какие-то свои чувства эмоции не то что у него их нету но он это не умеет делать он выражает вот свои эмоции через скорее всего то что связано с материей да то есть если допустим кто-то нравится может подарить хороший такой весомый подарок здесь что-то вот материя здесь очень ярко проявлено этому ребенку необходимо прям знаете вот подтверждение похвала ему одобрение очень важно знаете особенно если это мальчик все время говорить о какой молодец каком храбрый какой он важный и знать вот у герои может быть отважный вот у похвала здесь вот прям необходимо независимо от того сколько лет сейчас этому ребенку да вот его энергия она не изменилась и он будет вот все нарабатывать нарабатывать такое ощущение что вот как этот к старости скруч будет скруч мадак да такой вот жазинка небольшой но это связано с тем что вот одна из важных потребностей это признание признание меня поэтому я и говорю про одобрение этого ребенку важно именно словесное еще кто этот ребенок орган повешенные трудно будет этому ребенку жизни потому что вот у него будут проходить такие серьезные духовные уроки непосредственно связанные с он будет знаете может быть очень глубоко глубоко в своей душе он будет стремиться к духовности да к вере во что-то большее но он не будет находить подтверждение это в своем мире потому что он опирается на материю и поэтому здесь трудно будет у него будет очень серьезные такие знаете уроки непосредственно связано с финансами то есть то ли его и вам будет а лишать как-то финансов может быть стабильности да вот он будет ее все время желать нарабатывать а у него все время будет это забирать все время вот этот вот фундамент и у него будет такая знаете вот когда земля из под ног уходит вот вроде бы все я чего-то добился я могу радоваться потом гоп и как будто бы сразу потеря и вот это вот все время урок здесь не привязываться к материи с одной стороны здесь знаете важно проходить здесь такая такой тонкий очень нюанс хочу его уловить эти как серебряная ниточка у меня проходит он бы и хотел свой взор обратить к духовности до к пониманию себя пониманию своей души но у него есть вот это вот ощущение что это 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 не нужно в мире материи это не ценится здесь вопросы ценности в зрелом возрасте да там где-то вот после 50 он постепенно постепенно будет обращаться к богу кто во что вере да к творцу к высшим силам неважно как это называется но до этого момента да вот он как будто бы хочет заземлиться вот ощущение того что как будто бы его душа хочет в этом мире чтобы ее признали за свою вот я такая же как и ты да вот и и вот этот красный нить будет проходить по всей его жизни да то есть признаю меня что я такой же что я важно и что я значимый и вот он в порывах иногда какой-то вот своей слабости да он сможет быть очень доминированным очень доминирующим очень таким знаете жестким в каких-то моментах он может как-то уколоть потому что знаете вот беспомощность я не знаю как иначе донести до тебя что я я другой вот вот это вот постоянное желание показывать что я не такой слабый как кажусь я не такой я не знаю глупый как может быть кажусь вот это вот все время желание что-то доказывать и еще больше доказывает вот у него это желание доказательства будет выражаться через атрибутику да то есть дорогие часы дорогая машина чтобы меня признали то есть него будет такие убеждения что если у меня этого нету да то я вот как будто бы никто то есть в этом мире этим миром управляют деньги вот это вот первая половина его жизни она будет вот такая и вот к второй ближе половине своей жизни он поймет что все таки не материя управляет миром а дух и вот как он знаете ощущение такое что либо он сколотит свое состав состояние либо он его потеряет но и то и другое на пике она дает ему переоценку ценностей и он придет к духовности но достаточно позже позже вот такого ребенка мне показали это первый ребенок второй ребенок вот здесь такое ощущение что здесь либо девочка либо женские энергии как знаете неуверенность такая мягкость нежность даже если у этого ребенка есть лишний вес вот это вот свою хрупкость свою чувствительность будет скрывать такая какая-то знаете очень легкая энергия и неуверенность да вот если первому ребенку важно было признание то второму ребенку знаете здесь хочется сказать дайте площадку для творчества да вот здесь ему надо много вот как будто вы знаете мне показывают в этот в планетарии ходишь там звезды небо вот там как будто бы его место да вот что-то такое возвышенное утонченное да может быть ребенок здесь хотел заниматься балетом да не просто танцами а вот здесь как будто бы такое искусство да то есть умение очень красиво вот если первой позиции у меня была одна золотая серебряная нить то здесь вот знаете как-то умение сплетать этот ребенок видит тонкий мир он видит вот эти вот серебряные нити и ему хочется из этого сплетать какой-то красивый узор то есть этот ребенок он находится хочет сказать какой-то вот магический ребенок да который видит тонкий план он понимает он понимает природу может разговаривать может разговаривать с ветром да и вот здесь ветер любит ребенок хотя у меня выпало двойка педакли да если вдруг кому интересна карта здесь двойка педакли но я считываю всегда энергетику они ключевые слова и вот здесь вот а этому ребенку важно общение но он общается с миром не не люди ему интересны а вот знаете этот ребенок который верит в единорогов верит в каких-то феи волшебство и вы можете увидеть если в детстве особенно особенно если эта девочка не факт но особенно если эта девочка вот тут волшебная палочка так и замахнул и что-то вот шута там она там представляет волшебство случается да здесь вот такой ребенок у этого ребенка будет сложности с общением с коммуникацией его сложно будут понимать и ему будет непонятно ему будет скучно вот если первый материальный это вот этот духовный ему скучно в материальном мире ему скучно делать то что делают другие скучно в школе он не понимает зачем это нужно потому что от этого нет какой-то практики вот что я могу как я могу эти знания все применить в своей жизни жизнь намного многообразнее вот он это осознает он это интуитивно понимает он видит больше чем другие дети я имею ввиду вот как-то знаете тонкий план видят многообразие то есть если например простые дети могут видеть причину-следственную связь да вот там что-то замахнулся на кого-то и сам себя неожиданно ударил то вот этот ребенок он сразу поймет он заметит вот эту вот связь и скажет вот вот ты сейчас ударился потому что вот это а это произошло потому что вот это не потому что он видит будущее а он понимает вот этот вот тонкий план как он устроен я хочу сказать его слабость его слабость король кубков вот его слабость это чувственность вот если у этого ребенка не будет любви давайте так скажем ему важно то есть здесь не про 24 на 7 все время его гладить а он это должен почувствовать интуитивно то есть вы можете говорить ему с утра до вечера что вы его любите он это не будет воспринимать потому что знаете он улавливает то что ну вот как-то считывает какие-то вот очень высокие вибрации которые не словами выражаются они вербально как-то да вот он может посмотреть в глаза другому человеку и он поймет вот этот человек меня любит да то есть этот камни хорошо расположен вот ему можно доверять хотя в жизни у этого человека у этого ребенка будет очень много разочарования чувство одиночества его все время будет пилис и преследовать вот это вот непонятость не его будет огорчать то что людям не то чтобы им не интересен тонкий план и им не интересна душа что есть более приземленные какие-то бытовые моменты и это его будет грузить потому что он понимает что это не есть жизнь да это ее часть это вот прохождение опыта именно материальном мире но этот ребенок он помнит он знает что есть душа и ему как-то сложно им скучно будет понимаете вот и мы все мы все время будет скучно с людьми особенно так знаете еще так интересно и этого ребенка будет окружать материальные люди люди такие приземленные ну которые вот ориентированы на материю он не будет находить людей соратников таких же как он почему потому что здесь его урок будет как раз таки взаимодействовать с такими людьми чтобы как-то вот увидеть и материю красоту в материи идем самым повлиять с одной стороны они его будет учить бытовой жизни какой-то приземленный потому что он будет не от мира сего как обычно говорим а с другой стороны он должен как-то знаете вот то своей энергии не не словами своей энергии повлиять как-то поодушевить других людей до больше на поднимать вибрации другого человека через своим своим присутствием даже да то есть он не не что-то должен делаться он просто вот он есть и он излучает эту энергию и вот взаимодействие с другими энергия других людей поднимается но его энергия она будет заземляться и ему это будет некомфортно неприятно и очень тяжело вот такие вот у меня дети если это ваши слушайте дальше кто они друг для друга боже мой ругается как кошка собакой но при этом знаете они как будто бы вот друг для друга является и учителями и ценностью одновременно да они могут не общаться вообще да то есть здесь может быть такое что между ними вообще нету никакого общения ну то есть они точки соприкосновения не могут найти здесь может даже большая разница в возрасте быть либо они друг для друга цены в трудные минуты да вот когда одному вот прям там на грани опасности что-то такое тогда вот они как-то активируются да и ну начинает заботиться а до этого момента вот они как будто бы ну чужие люди да они не знакомы они друг друга как разки будут мотивировать на движение вот поле колесничьему да это как раз таки один будет другого обучать один материи другой значит духовности в таком образом они друг друга будет неосознанными учителями почему не осознанно потому что они между собой вот не вижу я какого-то такого знаете вот особенного контакта не у каждого свой мир у каждого свои друзья у каждого свой круг общения свои какие-то интересы и они ну они противоположны как колоды да как небо и земля да есть соприкосновение вот это все таки горизонт одно входит в другое но с другой стороны небо это небо земля это земля кто еще они друг для друга ну шестерка кубков да говорится хочется сказать да либо братья либо ну вот что-то такое родное общее их будет все время объединять знаете вот какое-то чистое интересные дети потому что они друг другу как говорится могут и морду набить особенно если это мальчишки но с другой стороны знаете вот в трудный момент один может постоять за другого да то есть вот он мне брат либо она моя сестра я должен вот как-то оберегать охранять вот есть но но это такое вот знаете по умолчанию вслух про это не проговаривается кто еще они друг для друга аркан смерти люди которые должны изменить вот сознание друг друга вот они жизнь друг другу изменят они друг другу передадут какие-то знания то есть уйдут например от короля жезлов да вот от активности какой-то от взаимодействия коммуникации здесь знаете еще так карты выпали вот тут человек который материальный да он будет такой достаточно активный целеустремленный да храбрый мне нужно вот туда пойти вот он все знает он правильный он такой вот учитель проповедник вот-вот-вот прям такой вот ну конкретные понятные а вот второе мой такой как я уже сказала по верховной жрицы такой знаете более молчаливый в своем мире более такой философские и сознаниями так вот их задача до одному тот кто первый ребенок должен дать второму ребенку вот это вот желание жить желание что-то реализовывать что-то материализовывать что-то делать да какие-то действия огня он ему будет придавать а младший будет наоборот его как будто бы гармонизировать даже успокаивать замедлять расслаблять передавать какие-то знания учить больше молчать сдерживать свой язык никуда не торопиться быть вовремя то есть вот такие знания они друг друга как будто бы знаете вот балансирует что ли дополняет в принципе мы спрашивали да чему чему они еще могут друг друга научить вот давайте я посмотрю чему научат первый ребенок второго вот первый что чему учит нужда и вот смотрите как раз таки нужда и первый ребенок он будет материальный да мы уже говорили состоятельно по крайней мере ну не будет нуждаться в финансах и вот и он будет как будто бы учить второго ребенка как зарабатывать как взаимодействовать с деньгами как и считать чтобы вот второй ребенок ни в чем не нуждался он как будто бы примером будет 1 второму он будет показывать знаете вот как будто бы какие-то свои желания вот я хочу вот это вот это вот это в своей жизни получите может быть про это будет говорить а второй ребенок а с помощью своей магической силы да вот этой вот своей духовности он как будто бы это будет притягиваться то есть второму как будто бы деньги будут легче идти до чем первым должен быть трудиться да он должен зарабатывать а второе вот как будто бы краски через свое воображение образное мышление через понимание законов от притяжения он как будто бы будет получать вот первый ребенок расширяет мир воображение фантазии второго ребенка во второго есть способности но он не знает как это можно применить на практике а вот первый его как раз таки будет обучать вот и вот здесь вот одну позитивную карту еще что чего позитивному будет и уборка урожая да то есть вот как получать плоды своих трудов то есть как это все организовать сделать и как ты это можешь получить то есть насколько это реально или нет он как будто бы пример да вот некая такая модель а второй ребенок первого каким образом будет обучать то есть но что он ему передаст он передает ему понятие конкуренции что конкуренции как таковой нету до что есть только твои цели и когда ты ставишь перед собой какие-то задачи ты просто преодолеваешь то есть по сути нету других людей есть ты и твой мозг если что-то не получается то есть ограничение в твоем уме да и здесь вот с этим нужно работать с одной стороны с другой стороны он проигрывает ему как раз таки указывать всегда будет насколько первый ребенок эгоистичен на вот это вот и эгоизм первый ребенок всегда будет говорить что вот я вот такой вот идеальный я вообще самый крутой такой вот прям даже не словесно но он все время будет показывать вот это вот свои 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 перс первенство свое превосходство на вот второй его как будто бы быть все время подкалывать и указывать там где ну это не соответствует реальности он ему будет показывать вот второй ребенок для него является учителем да вот мы же говорили про духовность он будет ему показывать где старший ребенок сам себя предает не старший первый где первый ребенок в чем в каких вещах он сам себя предает где он сам себе что-то пообещал сделать и не сделал то есть где есть какие-то вот дыры и пробелы в его желаниях в его видении мира он все время про это будет ему показывать знаете здесь еще может быть у первого ребенка будет если это взрослый уже потом дальнейшем человек он будет сталкиваться каким-то образом с предательствами и может быть друзей может быть личной жизни может быть в отношениях не знаю а в партнерстве тоже такое может быть и вот первый ребенок он всегда будет ему показывать что это есть проекция твоего ума где ты сам себя предаешь вот он должен этому а что такого вот хорошего да он может передать юмор вот у младшего ребенка да есть такое чувство юмора если у старшего прям знаете вот он как будто бы скорпион такой знаете вон ну колючий чтобы больно было другому то потому что я же лидер да я живут я такой эгоист а второй вот он более такой мягкий он будет учить юмору но юмору такому знаете вот хоть стой хоть падай да то есть молчит молчит потом как что-то скажет и все так смеются и вот это вот разрядка энергии то есть он будет показывать вот это вот вот это филигранный какой-то юмор да то есть это не как это не портяжный какой-то вот грубый очень такой изысканный и это будет нравится то есть он будет показывать насколько это важнее и будет учить его быть счастливым понимаете первый ребенок который мы здесь загадывали он слишком реалистичен прагматичный вот и в этой прагматике в этом быту у сложно увидеть счастье младшие это это же все-таки состояние души и вот своей какой-то легкостью что ли непринужденностью он будет учить первого ребенка счастья вот такого-то расклада на первую позицию маленький у меня получился маленький на на полчаса так идем дальше позиция номер два здесь мы уже давайте рассмотрим троих детей в последний позиции как я уже говорила рассмотрим много детей а здесь мы на троих поэтому сообразим на троих поэтому первый ребенок что у вас здесь за первый ребенок подарок да здесь такое вот ощущение что это был какой-то вот либо нежданчик ребенок либо этот ребенок вот как будто бы знаете открыл вам какие-то двери до с рождением этого ребенка ну вот кто-то может быть например квартиру получил до этого ждали ждали долго и ничего не получилось а вот как-то вот родился этот ребенок и вдруг неожиданно вам дали ордер на новую какую-то квартиру то есть этот ребенок он как шанс да он я не могу сказать что он удачный удачливый но он вот как будто бы знаете открывает какие-то двери он как как шанс приятная такая энергия я не могу сказать что вот что-то особенное есть в этом ребенке да там агрессия либо там наоборот какая-то вот духовность там еще что-то нет ну такой знаете вот обычный среднестатистический ребенок и в этом в этом есть свое своя какая-то прелесть то есть этот ребенок он как как этот как как шанс вообще для всех людей вот он появляется и с его появлением всегда что-то вот такое новое происходит то ли двери открываются а то ли возможности то ли он какую-то информацию все время приносит что еще по этому ребенку знаете вот у меня такое ощущение что этот ребенок пришел в вашу жизнь мне показывают почему-то вашу жизнь даже не самого ребенка когда вы уже отчаялись да здесь может быть кто-то даже и не мог долгое время как-то забеременда здесь два варианта либо это был ну нежданче как мы говорим по залёту не очень хорошо но все равно вот либо это кто-то очень долго долгое время ждал уже как-то вот отчаялся да может быть даже эко проводили и вот случилось это чудо да то есть этого ребенка можно назвать чудом я не знаю это хорошо или плохо но вот это чудо что еще причем даже такое ощущение что этого ребенка дали в заслугу чтобы вытащить вас из какой-то может быть апатии депрессии с его помощью кстати это может быть как будто бы и задача этого ребенка вытаскивать других людей из какого-то вот огорчения да если это взрослый ребенок то может быть это даже ребенок по любви на такое тоже может быть вот у него знаете какая задача он приходит в жизнь других людей когда люди отчаиваются и если а я говорила уже это взрослый ребенок то вот он какие-то свои личные отношения создавался с твоей второй половинкой тогда когда она либо выходила из каких-то отношений либо отчаялась по жизни либо вторая половинка болела очень серьезно знаете и вот появившись вашего ребенка в жизни этого второй половинки как будто вы знаете вот выздоровление какое-то происходило кстати это может быть и профессии этого человека вытаскивать людей из не из трудности а из психологического такого некого застоя да когда опускаются руки когда нету доверия здесь может быть если ваш ребенок взрослый и например мальчик да он работает как их называют остеопаты гостеправа вот что-то такое как реабилитация так после чего-то то есть в реабилитационном центре может работать либо в реанимации когда вот возвращают понимаете к возвращает к жизни возвращает к радости вот я говорю этот ребенок удача он приносит удачу в жизни других людей он меняет их состояние шанс ребенок такой знаете сам по себе обычный человек но вот мне почему-то все время хочется улыбаться то ли он улыбается то ли он вот как-то вот видит позитив во всем в жизни у него тоже бывает трудности но вот он их как-то знаете преодолевает через веру в что-то что вот обязательно все изменится изменится да вот у него вот такое вот выражение какой-то девиз такой по жизни что обязательно все изменится все изменится все пройдет да нет вот здесь вот именно слова все изменится вот он так как-то говорит да все изменится обязательно все изменится такой знаете вот почему-то мне больше мужчина здесь идет нежели женщина и причем уже зрелый да то есть видимо ваш ребенок он уже взрослый они маленькие мальчик либо грудной здесь какая-то вот такая вот энергия идет человека хорошая я не могу сказать что вот она как-то вот приятное неприятно вы знаете бывает такое хочется сказать про этого человека добрая душа вот добрая душа простой такой незаметный слишком не выпячивается там где-то вот меня неактивничать нет а вот волонтеры обычно люди с таким сердцем вот доброй души человек да если он знаете вот он сделает как-то добро и пошел дальше никогда не будет а про это афишировать что-то говорить и он это не делает даже с какой-то целью я вот так узнаете вот просто шел по улице там я не знаю но увидел что вот кусок хлеба допустим упал он пройдет под ними куда там на дерево положит и пошел дальше как-то вот нет не то чтобы на показ вот нет знаете у него это все это его естественная природа как-то на автомате все проходит так 2 ребенок на 2 ребенок кто он а это очень сильный ребенок здесь у меня идет это хочется сказать маг хотя аркан умеренности выпадает здесь идет очень сильный ребенок очень такой знаете вот собранный сконцентрированный сфокусированный такой вот знаете есть люди которые своим присутствием они как-то вот выделяются но здесь ребенок не выделяется своей яркостью а здесь ребенок вот он знаете он какой-то вот сосредоточенный и рядом с ним я напоминаю да я считываю энергию рядом с ним хочется быть как-то собранным у меня такое ощущение что мне хочется знаете как волос поправить вот что все было правильно да чтобы вот волос поправить там одежду одернуть вот понаблюдайте вот даже другие люди вот рядом с ним хочется быть каким-то правильным причем он ничего не делает хочется быть вот таким как-то вот собраться сконцентрироваться здесь как в школе может быть кому-то дают так этот подсотыльник учительница ученику и говорит так соберись либо это вот выражение соберись тряпка все такое вот а здесь говорить ничего не надо такой ребенок который вот ты посмотришь на него и так что мне надо было сегодня сделать сразу так это сконцентрировали собрались мы вспомнили о существовании своей жизни о целях своей жизни и вот как-то вот пошли он как-то вот собирает я не могу понять так что еще это за ребенок девятка кубков до умеренности девятка кубков здесь знаете по умеренности переливает из одного кубка другого до это алхимический процесс доводя до совершенства то есть я привожу в порядок вот эти вот две противоположности да то есть умение управлять своим эмоциональным фоном так вот здесь ребенок он как раз таки он играет на гитаре здесь не в чем показывает что кто-то играет на гитаре знаете в подворотни как-то так что-то почему-то меня потянуло на такое там в компании всегда это тот кто играет на гитаре тот кто поет такой музыкальный тоже может быть либо по крайней мере есть музыкальный слух либо так для себя по любительски играет на каком-то инструменте даже не на каком-то вот именно на гитаре неважно на какой это может быть там электронная бас не суть гитара вот здесь не идет что еще это за ребенок это же почему-то мальчиком мальчик мне показывает это даже не девочка это мальчиком знаете вот по внешности такие вот больше женские хочется сказать качество внешности такие мягкие приятные то есть это не резкие какие-то углы на лице а такие вот мягкие теплые черты лица и я это к чему говорю что это вот ребенок особенно если это мальчик это тот который будет пользоваться успехом у девочек до либо у женщин причем нельзя сказать что его можно выделить как-то за его внешность а вот есть в нем знаете что такая вот особенно если это мужчина такая вот когда посмотри на эти вот бывает так этот фильмах смотришь какую-то сцену да там взглядами обменивается мужчина женщиной и вот мужчина так на нее смотрит да и подмигивает вот здесь почему-то с левой стороны да не справа как-то вот может он просто идет по улице так этот подмигнет кому-то без каких-то вот задних умыслов да а просто и человек начинает расплываться улыбаться ну то есть вот понятие флирта это вот его природа да ему это нравится ему причем он это флиртует не для того чтобы получить партнеры все а вот это знаете как выражение проявления жизни ну типа я же сделал другого человека он улыбнулся значит ему хорошо да значит вот что-то хорошее я принес здесь как-то такая вот улыбка такая обаятельная даже не сама улыбка вы как-то вот кончики губ они вот когда человек улыбается улыбается все его лицо и вот здесь вот улыбка такая вот почему мне все время идет улыбка вот он подмигивает я я не знаю почему знаете так этот типа все будет хорошо да то есть все такое я даже не могу понять на кого он похож на маму или на папу а есть такое вот ощущение что его отношения вот папу как будто бы он любит а больше какая-то вот у него связь с мамой вот и мне показывает такое что вот папа как будто бы такой больше серьезный и он с ним как-то тоже как-то хочет выросла беда а то есть типа да ладно не этот расслабься батя все будет хорошо вот что-то такое а к маме вот мама такая здесь такая вот заботливая вот прям прям вот такая вот и пирожки покушай и вот это на дорогу и вот он все и да ладно могу хорош вот что-то вот в таком роде да то есть слишком чрезмерная какая-то вот забота материнская и он с пониманием с любовью но у него нет привязанности ни к одному из родителей как ни странно то есть он хорошо он сам себе знаете есть люди которые гуляют сами по себе вот он человек который гуляет сам по себе по жизни я даже не уверена что он создаст как-то семью а если будет этот у него будет только один ребенок это есть люди которым вот просто семья не нужно они как-то вот сами по жизни них нет такой задачи то есть пройти вот этот вот урок создания семьи и воспитания нет ну такой вот достаточно легкий человек по жизни он не глупый нет ни в коем случае он просто он такой непосредственный естественный так у нас значит здесь получилось два мальчика но опять таки мы не привязываемся к полу я рассказываю энергию то есть даже когда я упоминаю что-то там мальчик либо мужчина это энергия этого ребенка так и а третий ребенок а это девочка а это девочка-припевочка а это девочка-припевочка она как знаете вот все время как-то так вот насупится я так забавно вот эти вот энергии считывает она как-то вот может быть она еще маленькая вот знаете здесь такой ощущение что вот вот эти вот два ребенка они взрослые если особенно это еще и мальчики да а не взрослые здесь вот какая-то вот разница большая есть знаете вот как маленький ребенок последний как будто бы желанный вот этот виньямин как этот виньяминчик он такой маленькие кругленькие такой на супе штуки вот щечки видимо мне совсем детство показываю да то есть сейчас то может быть этот ребенок и взрослым не показывают видимо очень яркие воспоминания из детства но то на все время на супицы и его любят вот вот этого ребенка вот эти вот два человека они его любят именно любит я могу сказать что здесь идет какая-то забота либо еще что-то но этот ребенок он все время приносит какое-то какую-то радость вот вот этим двум старшим у детей нету связи между собой я имею ввиду вот какой то знаете иногда бывает дети растут вместе у них есть какая-то вот связь между привязанность друг другу здесь вот эти вот два между собой вообще никак не привязаны к третьему ребенку они его просто любят здесь нету вот какой-то здесь каждый сам по себе ребенку каждого вот прям своя такая личность никому не привязывающие вот здесь вот это девочка либо этот ребенок 3 вот он такой эти хитренькие тоже немножко манипулятор потому что он понимает что он всю любовь получает его и мы ему все можно вот но он не неплохой здесь нет чего-то такого вот негативного он понимает он умеет пользоваться да ему подарки внимание вот все у него есть а он а он просто есть если эта девочка то это конечно же прекрасно это здорово потому что ее любят ее он такая красивенькая красивенькая девочка это вот знаете подарок подарок последний как как сказать вот последний подарок радости жизни да когда вот ты понимаешь что уже больше детей не будет и вдруг неожиданно с большой разницы появляется этот ребенок и он он на радость всем потому что уже и родители взрослые более состоятельные зрелые к детям относятся по-другому на тут еще старшие вот эти вот братья либо дети другие это здесь вот где когда вот чего-то такого яркого до в характере выраженного я не вижу но здесь такой ребенок приземленный по крайней мере как ребенок вот он ничем особенно не выделяется сказать что вот есть какое-то качество до чтобы воде выделили нет может быть этот ребенок любит кошечек да но вот либо какая-то вот забота на есть либо этому ребенку нравится например как-то вот что-то приготовить изготовить но вот мне почему-то знаете больше забота выходит то есть вот если там кто-то не знаю удариться там ну коленку расшибет этот ребенок подойдет подует может побыть ну такого знаете вот заботу заботу выражает очень такой заботливый ребенок а так в принципе как любой ребенок смеется такой веселый легкий сложно этому ребенку знаете с выбором вот он не может определиться особенно как ребенок вы можете это понять но ему сложно выбрать что он оденет вот здесь придется делать выбор маме например что то есть это не если особенно эта девочка не спрашивайте ее какое платьишко одеть она ничего не знает а иногда может быть здесь так забавно показывает может быть были такие случаи когда одевала два одно платье сверху другого потому что не знает что выбрать и вот напялила 2 да и и это хочу это хочу в конечном итоге покупает оба вот здесь как будто бы знаете вот как весы ребенок весы которым нужно общение нужно вот как-то сложно вот определиться с выбором вот здесь вот выбор сложно сделать этом ребенку этот ребенок любит красивые вещи любит вообще всю красоту животных очень любит здесь ребенок поэтому я сказала просто у нее кошечка такая вот маленькая девочка сидит и кошечку гладит рыбками может быть рыбки есть в аквариуме хомячки вот что то такое это здесь не тот ребенок который будет любить там змеи хамелеонов пауков тараканов и так далее нет здесь такой вот традиционные знаете вот деревенский ребенок то есть деревенский в контексте ребенок который находится в связи с природой но он не тот который то будет ходить там по лесам восхищаться природы нет нет все такое вот простенькая маме может помочь по хозяйству там посуду помыть там полы помыть что-то нужно такое по дому сделать вот такого домашний ребенок может быть мама его даже если особенно я эта девочка привлекает к тому чтобы там как-то сготовить вместе консервацию если это мальчик то не удивляйтесь что вот он будет там такой чистенький там полы помоет подметет причем это он делает вот именно вот этот ребенок он будет делать вот эти все домашние дела не хуже любой девочки особенно если это мальчик ну то есть он погладит даже лучше любой девочки там пыль вытрет такие домашние дела запросто может сделать хорошо кто они друг для друга кто они друг для друга император император знаете я бы так сказал здесь каждый имеет свою империю в доме вот и желательно границы не пересекать пока не друг другу не пересекает границы и вообще проблем никаких нету вот сказать что не какая-то там конкуренция между собой за власть за внимание любовь к родителям нет здесь вот как будто бы дети сами каждый сами по себе у каждой имеет свое место и выполняет его ну вот понимаете император императрица кто эти другу дети друг 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 для знаете вот пары какие-то причем кто-то из них напоминает папу кто-то напоминает мамы и вот как будто бы вот между собой в отношениях да это копия вашей семьи то есть вот они между собой ведут себя так как вы ведете например со своим мужем либо со своей женой да то есть какие-то повадки вы можете это замечать кто вообще не не случайные да потому что выпадают великие арканы кто они друг для друга какая-то вот знаете надежда и не вижу что была какая-то вот особая связи есть такое ощущение что вот три абсолютно разные души не связанные между собой какими-то общими задачами просто они должны были родиться в этой семье вот они родились а надеждой на что вот они как будто бы воплощает какие-то они могут помогать друг другу знаете как-то просто поддержкой двигаться по жизни и они они как будто бы вот друг другу еще даны для того чтобы наполнять как-то вот эмоционально радовать знаете иногда вот это вот ощущение дома ощущение семьи да то есть когда вас уже не будет дети будут взрослые вот это вот понимание что где-то есть там вот какая-то вот моя крови ножка до родная вот они друг другу такие будут где я могу вот встретился уже взрослые дети такие посидели там за чаем там я не знаю за обедом посидели поговорили вот восполнили свой какой-то вот энергетический заряд обменялись энергиями и потом опять разошлись да то есть и это неплохо это не потому что вот какая-то вот они далекие друг для друга а просто вот это вот понимание да что есть семья как напоминание то есть они как будто буду возвращаться до встречаться периодически уже взрослой жизни трудового для друга чтобы напоминать что значит понятие семьи как а воспоминания чему они учат друг друг давайте посмотрим вот почему первый ребенок учится 2 но вообще он для него кошмар хочется сказать вот первый ребенок для 2 это вообще какой-то кошмар а он видимо как-то знаете либо его запугивать будет своим по своим поведением своим каким-то существование либо напоминать какой-то вот как страшный сон да какой-то вот кошмар потерянное детство вот первый ребенок второму всегда будет как будто бы показывать что я рано повзрослел и вот я в твои года уже вот это дело я вот это дело вот как как будто бы такое либо все время будет говорить о том что вот я забочусь о родителях а ты этого не делаешь вот какие-то такие моменты поэтому вот поэтому здесь скорее всего второго ребенка то что я говорила у него не будет желания создать семью потому что видимо какие-то трудности семейной жизни перенимает от старшего ребенка либо первого ребенка то есть не обязательно это старший но вот первый ребенок и как-то вот вот этого желания я хочу жить для себя потому что как-то я раньше этого не делал а что все-таки хорошая передает как знаете заниматься своим делом насколько важно найти свое место в жизни вот он этого будет учить потому что скорее всего вот второй ребенок которой мы загадывали да вот он долго почему он еще и не создает семью потому что он долго какую-то bullet искать свое место чем ему заняться ему как будто мне вот знаете ничего не цепляй да вот я могу заняться всем но меня ничего не цепляет меня ничего не как будто не интересует и вот вот этот вот ребенок 2 он как будто бы не будет верить вообще знаете как-то вот понятие любви что ли поэтому он такой вот вы знаете с флиртом то что я говорила легко идет по жизни и вот вот первый ребенок 2 будет обучать именно вот это вот настоящей любви на что есть что она как будто бы существует вот он это вот все передает прям интересно с одной стороны трудности когда рано создаешь семью а с другой стороны важно создавать семью по любви не может быть вот второй ребенок он и будет как-то вот искать вот эту вот любовь от которой о которой он будет бессознательно помню уроки все-таки это бессознательно то что он сидит и вот ему доказывает передает первый ребенок второму 2 3 ему что передает по одной карте борьба какая-то вот конкуренция на что за все нужно бороться нужно отстаивать вот он как будто бы страдание да какие-то вот знаете здесь драматические моменты он будет учить это не потому что у второго ребенка это есть а это скорее всего вот третьего ребенка дам будет вот это вот какая-то драма какие-то страдания переживания может быть этот ребенок вот третий да он как-то может за него каким-то образом боролись понимаете только кому достанется вот здесь вот какая-то война и страдания да вот судьба хочется сказать третьего ребенка это вот пережить вот эти вот страдания пережить вот как будто бы хочется сказать какую-то конкуренцию вот это внутренняя борьба постоянно это как будто бы качество вашего ребенка 3 то есть внутри знаете так интересно внешне кажется что все хорошо да а вот у внутри у детей такие очень глубокие серьезные сценарии то есть вот у третьего ребенка да как будто бы вот не будет как-то складываться личная жизнь и вот много каких-то страданий и переживаний вот это вот внутренняя неудовлетворенность собой поэтому я вот здесь вот мне кажется что здесь все-таки лишний вес будет каким-то образом потому что вот я не удовлетворена особенно если это девочка как-то собой на вот мне не нравится моя внешность вот что то такое и вот второй ребенок третьего как раз таки будет учить проживать эти страдания до не создавать ему а именно как их прожить как излечиться вот от этих трудностей вот он будет как раз таки учить как быть благодарными да то есть любое страдание любая проблема это урок который ты будешь выносить вот он своим вот эти вот характером до оказалось бы непринужденным таким легким по жизни он краски вот показывает что нужно быть благодарной до жизни за за все трудности сложности вот вот второй ребенок будет учить третьего этому и умение дружить да не воевать не бороться а умение дружить дружить самим собой то есть своим примером своим характером здесь очень глубокий вот вот этот вот второй ребенок которого вы здесь загадали он не очень нравится вам не очень близки до качества и субъективное мнение вот не обращайте на него внимание но вот по душе знаете это вот это те люди которые кажется и всегда осуждает потому что они вот такие легкие по жизни но эта маска а внутри это такие достаточно глубокие люди которые вот понимают жизнь и они знают что они хотят и вот получить то что они хотят условно говоря как будто бы какой-то вот идеал им это сложно и при этом вот они поэтому они продают представляете да какие уроки дают благодарность кто из нас умеет быть благодарными вот по-настоящему вот все время и вот этот вот ребенок 2 учат 3 быть благодарным уметь дружить дружить с собой дружить с миром вот если человек передает такие глубокие уроки это насколько он глубок своей душе а теперь посмотрим 1 3 вода чему учит так желание быть особенно потом я говорю вот это вот 3 ребенок да вот эти вот страдания желание быть особенным да что вот меня никто не понимает вот хочется сказать вот это вот вся драма здесь прям очень и что 2 что 3 что 1 ребенок 3 обучает именно вот этим да что желание быть особенным это вот пороки до трагедия вот я говорю трагедия страдания здесь если эта девочка то ей как-то вот сложно если мальчик то я не думаю что здесь какая-то вот прям так прям очень ну здесь как-то здесь человек будет проигрывать уроки в личной жизни вот сто процентов скажу не профессионально никакого отличную жизнь но здесь больше узнаете если это мальчик он такой на девочку похож да с таким характером с такой энергетикой более женственной более такой пассивный потому что здесь проигрывается вот это вот трагедия и желанием быть особенным я говорила о том что третий ребенок манипулирует да вот здесь вот как раз и вот этого желания быть особенными и проигрывание жертвы это является манипуляцией да вот вот каким-то своим трагизмом что вот у меня ничего не получается особенно маленькие дети да я не могу это нарисовать и вот прибегая значит с первый ребенок вот и начинает помогать там либо рисовать за за третьего ребенка это тоже своего рода манипуляция между детьми вот и так это исцеляющий на и здесь как раз таки вот эти вот уроки будут проходить так хорошему чему пробуждение и жизненная миссия вот здесь как будто бы первый ребенок тоже третьего будет обучать тому что здесь нужно найти свое дело найти свое дело до прийти именно к некой такой осознанности да то есть увидеть что вот эту вот всю драму ты создаешь самостоятельно да это вот плод твоих рук плод твоего ума изучай да находи свое место осознавай найди как-то знаете причем так вот бывают такие моменты когда ты проживаешь очень сложную жизнь и потом случается какой-то такой момент что ты хочешь об этом рассказывать для чего для того чтобы люди как будто бы вот в твоих рассказах находили решение для себя но обычно это бывает когда знаете вот примеры мы видим в интернете да когда человек весит тут там 200 там с лишним до 100 с лишним килограмм потом находит в себе силы вот он худеет и там становится нормальным весом там 60 65 килограмм такой спортивный подтянутый вот это вот сила духа да как он это делал для того чтобы воодушевить других людей вот здесь вот примерно на своем жизненном этапе вот это третий ребенок который пройдет трудности для того чтобы потом как будто бы сделать из этого вот свой род деятельности да то есть вот эта вот площадка ему дана как раз таки для того чтобы это все пережить эти трудности трагизмы здесь даже может быть знаете что то у меня такое ощущение что вот на третьем ребенке либо после третьего ребенка здесь было либо утрата одного из родителей до раз причина разная либо расстались либо болезнь либо смерть в общем что-то такое здесь такое ощущение что вот на третьем ребенке уже одного из родителей не было и здесь вот он как будто бы при обрел какие-то такие дополнительные трудности сложности да у каждого здесь ребенка вот в этой семье у каждого ребенка своя какая-то роль какие-то свои этапы жизни они прожили именно в семье то есть но бывает семья которые вот вообще не распадаются есть разные этапы да это может быть когда например такое что вот вот с первым ребенком до которого здесь загадали если вы женщина это был первый брак а вот здесь был второй брак старым ребенком на уже от второго допустим мужа а потом вы вообще остались ну развелись и вот здесь уже третий ребенок когда вообще уже да и здесь оба часть как будто будут у меня такое все-таки ощущение что да как будто в это дети от разных мужей такой вариант тоже может быть да потому что вот у их что-то сказать что связывает вот первый ребенок очень отделяя отличается от второго и внешне и по характеру да они абсолютно разные вот а третий это может быть уже ну вот то ли здесь другие партнеры нам уже появляются то ли на борт отсутствие этих партнеров да вот здесь вот как будто бы вот они три самостоятельные личности сами по себе ну вы мне потом про это напишите я вам просто рассказала энергию которую я считала так интересно знаете вот вашей жизни рассматривать я люблю такие расклады честно так это у нас с вами была вторая позиция мы переходим в позиции номер три и мы говорили тут что третий камешек это когда от четырех детей и больше я посмотрю пять до пяти да то есть там шесть уже не буду смотреть но вот 555 пятер детей мы посмотрим опять-таки напоминаю что это не обязательно вот первый это кто-то родился второй это кто-второй нет вы можете загадывать разных детей и в разброс не обязательно по порядку так мне разложить не по горизонтали так давайте если мне не хватит я возьму другую колонну значит первый ребенок я вот так вот просто выложу 2 так не обязательно загадывать по порядку помните на 3 4 и 5 вот так я их обозначу 5 детей больше смотреть не будем итак ребенок номер один кто этот ребенок рыцарь кубков рыцарь кубков здесь ребенок может быть как мальчиком скорее всего больше к мальчику я складываю склоняюсь как энергия здесь ребенок помощник маме хочется так сказать ребенок который может много говорить говорить по душам ребенок который вот здесь ребенок который понимает свою маму как-то так здесь может даже защитник мама может быть так принятие решения и выпало два туза туз мечей и туз кубков знаете вот мне как-то сложно здесь считать эту энергетику почему потому что вот у него очень сильная привязанность к маме есть и поэтому здесь сказать как-то вот про характер этого человека да сложно потому что я вижу вот как-то очень ярко выраженную эту связь с мамой желание ее оберегать желание ее защищать вот мама очень важная очень значимая личность поэтому если это мальчик он будет искать себе партнершу похожую на маму вот какие-то знаете очень как забота как любовь такие какие-то качества то есть для него мама она она такая знаете вот как уставшие вот уставшая от жизни от трудностей женщина вот он себе партнерша скорее всего как-то вот такие вот с такой моделью будет выбирать причем сильная женщина которая устала не слабая а сильная женщина который вот когда-то знаете в юности в своей была очень такая красотка и вот если это мужчина он выбирает себе женщину которая будет такая очень яркая красивая хочется сказать как королева же жезлов такая знаете независимая личность и при этом как-то вот уставшая почему-то уставшая от жизни те чувства это вот усталость здесь вот в плечах предплечье вот как-то знаете похоже на то когда сетки ну тяжесть какую-то несешь в обеих руках на потом как-то вот оставляешь ну ставишь на пол и вот легко примут руки вот такой знаете такого движения вот сбросить какой-то вот груз то вот в руках что-то такая какая-то такая тяжесть и вот это повлияло почему я это вижу потому что это повлияло на характер вашего ребенка если это не мальчик это девочка то здесь девочка будет таким мужским стержнем такая решительная умеющая принимать решение умеющие оберегать знаете как-то вот свои чувства если эта девочка не не будет подпускать к себе людей не будет открываться такая знаете вот жезловая жезла я сама по себе вот мы говорим женщины я сама вот это вот ваша ребенок если эта девочка а если это мальчик то здесь он как-то знаете такой вот вот у него будет один ребенок у него не будет больше детей он не будет желать семью большую иметь потому что вот у него какой-то вот передался паттерн того что семейная жизнь это трудно и дети это трудности это преодоление серии каких-то препятствий пока их вырастешь здесь знаете такое ощущение что если возраст как-то знаете вот если это мальчика идти в армию вот у меня энергия такая что вот он может быть военным до военным причем таким вот хорошим знаете вот хочется сказать офицер статный вот доблестный есть вот такие вот знаете качество вот именно офицерские это когда знаете это честь доблесть человек знает он сдержит свое слово он пунктуальный он придет он сделает то что он обещал вот на такого человека очень легко положиться с ним трудно выстраивать взаимоотношения почему потому что вопрос вот знаете вот он как-то больше к отшельничеству склоняется такой свободный одинокий волк да когда нужно я буду оберегать свою стаю я буду альфа-самцом но я предпочитаю так знаете проводить вечера если это взрослый мужчина проводить вечера как-то вот может быть плескнуть себе немножечко выиски так для расслабления вот таком вот поле полумраке да вот здесь какая-то энергия такая здесь нету вот это вот яркости света там доброты или еще нет здесь вот знаете если взрослый здесь ребенок мужчина ощущение может быть это вот если даже мальчик это вот как будто бы его судьба да такой вот паттерн сценарий показывается а такое что есть какие-то не то чтобы темные вот какие-то потаенные вещи куда этот человек не будет пускать никого да вот это вот мое какое-то глубокое внутреннее пространство кого я никуда не пускаю да вот как-то тьма но не тьма негатива до клепатическая и не пороки а здесь вот тьма тишина какая-то да вот вот что-то связанное с мраком либо если это еще не состоявшийся мужчина но это молодой человеку мальчик то вот есть какие-то омрачающие вот что-то он вас как в матери увидел и это вот как-то знаете оставила какой-то очень сильный отпечаток на на его психике и вот он как-то вот какой-то шкаф да что-то он там держит я не могу сказать что это плохое или хорошее но это вот какой-то штамп который повлиял на всю его оставшуюся жизнь то есть я рассказала если это мальчик девочка мне про так разные истории показывать супер всех одиночка сижу сама говорю сама кайфу и вы меня слушайте что я вам благодарна второй вот этот ребенок да кто что это за ребенок кто он да скорее всего ничто кто он кого вы тут загадали выгодали здесь здесь семейство такое хочется сказать да все я сам я не знаю откуда здесь прототип но здесь вот прямо такой матриархат хочется сказать в этой семье и мать такая вот с остальными фаберже и поэтому здесь девочка такая знаете вот если если эта девочка здесь такой вот возраст почему-то студентка вот не студентка как-то так показывают которые знаете сама четко понимает она сама вырвала для себя профессию она сама выбрала для себя направление для здесь может быть даже журналистика почему-то хотя это девятка педагли кому интересно такая вот знаете независимая это ребенок которого так знаешь в компаниях слишком не собьешь своего пути то здесь знаете такое ощущение если девочка это опять-таки можете запросто ее отпускать любую компанию даже если там например будет молодежь который там пьет наркоманит там травку покуривает вот все будут курить она не будет не потому что там она понимает смысл того что вот это вот плохо или еще что-то нет просто у нее свое мнение да то есть если она посчитает нужным что она это сделать она это сделает а если нет нет вот у этого ребенка здесь очень такое знаете стержень внутренней причем с детства он проявлен неважно опять-таки мальчик или девочка вот но мне здесь позже девочка идет такой вот внутренний стержень я сама я сама да вот даже этот ребенок с детства там одевался самостоятельно два часа будет сидеть пухтеть эти колготки одевать там либо там что-то такое вот что нужно натянуть то ли форму то ли носки вот он будет сидеть пухтеть пухтеть но я сама вот все сама там уже там два часа прошло ребенок все одевается ну вот сам вот такого знаете с детства самостоятельный ребенок четко понимающий что хочет вот у него есть какие-то ценности за такого ребенка вот хочется сказать что переживать не стоит на что еще это за ребенок но этот ребенок видит свой путь четко видит свой путь четко понимает у него хорошо развита интуиция все-таки мне здесь подтверждение кажется это больше девочка идет в новое знаете этот ребенок который любит учиться да то есть я не могу сказать что здесь например отличник нет но здесь вот такое знаете вот хороший хорошисть к стремлению то есть есть потенциал чтобы стать там золотым медалистом но он понимает зачем мне это нужно да то есть если я с теми же самыми оценками и баллами могу пройти туда куда я хочу зачем мне зря переусердствовать знать такой человек хочется сказать вот проживший жизнь четко ее понимает осознает такой прагматизм реализм и вот здесь прям учение обучение нравится до обучение нравится этому ребенку не он легко учиться ему это все дается даже если он приносит ройки не обращайте внимание здесь вопрос вообще не в оценках то есть оценка для этого человека ему вот под фиолетово реально для него важна цель смысл и цель что я делаю для чего я делаю и как я делаю если он поставить себе цель он как говорится и президентом запросто сможет стать для этого ребенка вообще преград нет единственное преград и его желание и понимание нужно ему или не да то есть такого то ощущения что этот человек который вообще уже завоевал весь мир и он просто может выбирать вот это вот пользуюсь этим не пользуюсь вот что-то здесь такое так третий ребенок ребенок под номером 3 здесь для кого-то да мы понимаем что это общий расклад и я к чему это говорю здесь может быть особенный ребенок опять-таки нет для всех на точечно но вот именно третий ребенок может быть аутизм ребенок погруженный в себя либо если здесь нет какой-то вот болезни такой может быть волчанка даже но вот здесь вот какой-то понимаете ребенок какой-то вот особенный особенный в контексте здоровья здесь может быть какая-то болезнь но это не как-то вот какая-то не необычная болезнь да мне хочется сказать если есть то есть это не не то что там допустим ребенок родился без ног либо там болезни нет болезнь давно здесь нет а это это солнечные дети нет у них другая энергия а вот здесь вот как-то знаете вот ребенок который погруженный в себя либо если здесь нету каких-то вот таких вот особенности да как аутизм например разные формы то здесь ребенок интроверт да сразу могу сказать такой тоже в этом есть какая-то особенность либо здесь ребенок который много лет не говорил да то есть но там не в два года заговорил например чуть позже где-то в года три либо здесь ребенок который вот с особенностью какой-то речи здесь особенность ума и особенность речи есть у этого ребенка здесь нет ни не в теле особенности а так если допустим нет этих особенностей здоровья то здесь интроверты здесь ребенок интроверт молчаливый он как будто бы невидимка я не хочу никого пугать но этого ребенка иногда могут проходить мысли суицидальные поэтому ну я не могу сказать что это норма не норма но просто про это много не говорят публично а то что проходит в голове у человека мы не знаем так вот у этого ребенка такие мысли проходит по причине того что он не совсем понимает зачем его вообще запихнули в это тело ну то есть зачем я здесь такое ощущение что вот прошлой жизни как будто бы душа этого ребенка этого человека закончила как-то знаете вот суицидом ну то есть рано ушла из жизни по собственной воле не потому что должно быть вот и сейчас как будто вы знаете вот в кавычках наказание запихнули и душа сопротивляется то есть она не хочет здесь как-то так и я не понимаю вообще меня зачем я здесь родилась и это это внутреннее да внешне это может проявляться как раз как молчание это ребенок погруженные в себя что он там думает вот черт ногу сломит здесь вот даже непонятно что он там думает то есть здесь нету такого что например там я думаю о духовности там смысле жизни и да какие-то такие философские моменты нет но здесь ребенок здесь может быть знаете ребенка который любит айти систему почему объясню потому что не то что двойка мечей а потому что вот система цифр ему понятно вот это вот да нет здесь как будто бы какая-то простая система оценивание мира моё не моё да вот это вот двойственность это то те категории которыми мыслит этот ребенок белая полоса черная полоса либо здесь ребенок который может подать какие-то вот депрессивные такие состояния то есть либо мне хорошо либо плохо может быть какое-то разделение личности да вот это вот даже мы как это вот психологическая болезнь забыла как вылетела из головы да когда ты находишься либо на пике прям себя прет энергии либо ты вообще не встаешь в кровати вот здесь какая-то вы знаете крайность крайность вот у этого ребенка если даже еще расскажу нету заболевания если по энергетике мне здесь мальчик больше проходит но все же здесь крайности ребенок не понимает и вот эти системы ему это понятно она безликая в ней нету эмоций этому ребенку сложные вообще эмоциональный интеллект и здесь очень низкий низкоразвитый именно вот это вот причина то что я сказала да как у аутизма они могут быть умными очень детьми людьми но вот это вот контакт с миром до выражение эмоций им это чуждо и поэтому здесь вот эти качества у этого ребенка здесь вот как-то они проявлены еще скажу даже если нет болезни то вот здесь вот такая вот особенность характера да в крайностях крайностях и этому ребенку если вы видите что он играет например в электронные игры ему это проще это его мир он понятен он им управляет он взаимодействует ему понятно реальный мир ему сложно понять ну вот и выпадает рыцарь мечей рыцарь мечей это такая знаете жесткая карта на самом деле это бескомпромиссный человек это человек который верит свою правоту и он не умеет слушать мнение других людей такой знаете действительно ревнивый это сейчас я вам говорю по ключевым словам этого аркана они интуитивно но в любом случае это пересекается вот это вы знаете агрессивность это колкость это знаете вот подлость какая-то даже может быть да я пойду к своей цели по головам и так далее здесь вот какие-то вот психологические моменты у этого человека все равно будут сложности то есть здесь вот долго долго работать с психотерапевтом потому что вот вот этот вот хаос который творится в голове и в душе этого ребенка знаете мне показывают как галактику спиральную и вот она как черная такая знаете не то чтобы дыра втягивающая вот она это черная галактика и там вот это вот все крутится крутится знаете вот это вот какой-то мрак и водка по кругу по кругу и и непонятно и вот это вот все как-то вот затягивает вот это внутренний мир вашего ребенка здесь понять его можно только с помощью психотерапевта вот даже психолог не подойдет потому что с психологом так или иначе надо как-то коммуницировать да то есть надо как-то открываться а здесь куда какие эмоции здесь кроме агрессии эмоции нету другой причем здесь агрессия она может быть направлена внутрь себя вот я говорю вот это вот знаете разрушение себя а это сейчас вот жесткие вещи скажу я понимаю что это общий расклад но вот члена вредительства вот это вот этому ребенку она не чуждо то есть вы можете видеть знаете вот когда фильмы психологические показывают когда ребенок может сам на себе за затухать сигареты да ну тушить на себе сигареты вот такого то члена вредительства вот здесь вот такое вот может быть вы может быть даже и замечали до холодное оружие аккуратно колкая холодное оружие очень аккуратно этому ребенку у него есть влечение к этому ножи и мечи и сабли спортом если занимается этот ребенок вот прям именно там где знаете вот это радость наемного убийцы почему радость потому что вот он идеально подходит на эту роль бескомпромиссный холодный я понимаю что сейчас как матери кто слышит и это больно но смотрите что это все таки общий расклад и все характеристики не могут подойти и здесь вот причина просто даже не вас и не воспитание а знаете что причина характера конкретного ребенка связано с прохождением уроков его души душа выбрала этот этап если вы хотите разбираться то здесь вот нужно разбираться с именно путем души этого ребенка ладно идем дальше помним да общий расклад не перетягивайте на себя все что слышите этот ребенок позитивный этот ребенок всем помочь этот ребенок для всех все на нем иногда могут ездить то есть вот это вот принеси и подай поднеси и сделай одолжи и займи вот по жизни это вот такой ребенок до добрый приветливый вежливый аккуратно и здесь может быть как мальчик так и девочка здесь одинаковая энергия ты знаете хочется сказать о души на всей вашей семьи вот этот ребенок какие разные дети божья вот я смотрю абсолютно разные энергетики абсолютно неприятное слово но здесь вот как будто вы действительно знаете ребенок как козел отпущению то есть вот кто-то может на него он он может попадаться знаете под тяжелую га под горячую руку вот кто-то на него накричит а он улыбается и знаете здесь вот на самом деле вот это вот за этой улыбкой скрывается такая знаете вот добрая душа что ли и вот он как будто бы родился для того чтобы сбалансировать всю вашу семью вот это вот он впитывает себя и негативную энергию вот что ему больше всех прилетает правильно неправильно справедливо несправедливо фиг поймешь но вот все время этот ребенок вот как будто бы он находится вот неправильное время хочется сказать и у вас время под руку попадали но здесь такая энергетика знаете вот не хочет сказать что он целитель целитель вот этой вот энергии пока он молодой он это терпит даже не то чтобы терпит он с этим справляется но потом когда многое повзрослев много негатива будет собираться он должен будет научиться как-то это разрядить убрать эту убирать эту энергетику из себя да а вообще по жизни он удачник удачливый то есть здесь у этого ребенка уроки будут проходить по здоровью и по финансам в чем самое интересное что финансы его мало интересует но здесь вот именно по здоровью опять-таки если он не научится правильно использовать свою энергию и взаимодействовать с энергией других людей хотя шестерка педакли не говорит о целительстве но я в очередной раз просто вам напоминаю что я считываю информацию энергетически и вот здесь вот не идет то что этот ребенок будет целителем этот ребенок вы знаете даже целителем душ в контексте вот он как-то собирает энергию неприятную забирает от других людей знаете это вот кошки такие их энергетика такова что они как будто вот питаются неким таким негативом да они его на себя берут поэтому кошки они всегда сидят там где очаг там где тепло там где огонь а собаки наоборот они любят холод раньше говорилось о том что в новом доме там где заснет кошка ставим печку там где заснет собака ставим кровать так вот ваш ребенок он как раз таки вот как-то с этими энергиями но он забирает как будто бы негативную энергию на себя вот хорошо было бы еще научиться знаете это еще как массажисты они тоже при взаимодействии с телом другого человека забирают вот его эту боль негатив они все равно его на себя перетягивают здесь нужно этому ребенку научиться сливать потом этот негатив не держать потому что он будет разрушать его но взамен он получает деньги взамен он получает награду здесь благодарность других людей в его адрес будет выражаться финансово это знаете как этот мальчик для бития я тебя побил потом у того кто бьет появляется чувство вины и он начинает заглаживать свои чувства вины через подарки вот здесь вот какой-то такой паттерн какой-то такой сценарий проигрывается ну очень добрый вот хочется сказать мальчик ну вот очень добрый очень такой знаете вот такое ощущение что вот у ребенка два два уха в одно зашло в другое вылетела негатив да вот что-то ему говорит он быстро быстро отходит быстро забывает он не держит зло ну вот добрый вот у меня такое знаете вот ощущение что я хочу обнять этого ребенка вот просто так знаете вот прям не знаю вот прям хочется обнять этого ребенка очень очень добрый приветливый вежливый знаете это вот когда дети которые идут по улице с каждой старушка поздоровается поможет ей поднести перевести через дорогу здесь этот ребенок он не не то что он жалеет других людей ни в коем случае но он прям ну ему это нравится а вот помогать есть вот рождается понимаете рождаются дети такие которые здесь вот иногда я слышу до спасательства это нехорошо но вот есть такие люди которые рождаются добрыми чтобы нести доброту чтобы нести вот эту вот чистоту в этот мир да и точно так же как раз ставится люди с негативной энергетикой и все должно быть балансе все должно быть гармонии так вот это вот ваш добрый вот этот вот четвертый ребенок пятый ребенок это ребенок который идет в развитие в будущее он тоже сам по себе он чем-то напоминает второго ребенка вот 2 ребенок читая подальше а вот последний пятый может быть мальчик они как-то знаете между собой похожи второй ребенок любит обучаться развиваться он сам знает и вот последний вот этот пятый ребенок он тоже сам по себе он тоже сам по себе он тоже может пойти в развитии если здесь мальчика и чувство что мальчик здесь ребенка нравится во футбол он почему-то вот мне идет такое да что вот футболист играет футбол до любит будет любить путешествовать по по миру вообще двигаться как-то вот передвигаться куда-то ездить вот ему нравится будет это ребенок который может просто кататься я не знаю в общественном транспорте вот там сесть я не знаю там осталось троллейбус или нет как-то так автобус там что-то электричка вот сел просто вот ему нравится вот он смотрит в окно и вот это что-то такое мелькает да и вот это вот ощущение мелькает города то есть если он будет путешествовать вот ему будет нравится путешествовать в поезде где сидишь вот это вот все мелькает либо на самолетах здесь ребенок которому нравится движение передвижение что еще это за ребенок пашкубков но здесь мне кажется вы загадали самого маленького либо здесь ребенок как вот ребенок в душе но самостоятельный ну и солнце да посмотрите предыдущего которого загадали он был добрый а здесь ребенок с а это знаете очень напоминает на детей как как этот например рождается до россии вот эти вот большие семьи и один там я не знаю становится футболистом и прославленный на весь мир и вот все его братья сестры да тоже становятся известными благодаря ему вот здесь вот как будто бы если все пойдет хорошо то это вот ребенок который может стать известным здесь ребенок станет известным благодаря своей какой-то вот карьере какому-то своему делу но здесь не связано с финансами здесь больше связано как то вот у меня с публичностью здесь идет здесь ребенок который яркий яркий публичный еще за ребенок интересный на эти ребенок король ключей красивый ребенок здесь я улыбаюсь потому что такой если есть особенно еще и мальчик такой знаете сердце и не идет мне здесь что здесь девочка ни крути ни верти вот здесь вот энергия такая мальчишеская такая знаете причем он еще юн а вот здесь не вообще не про мужчина здесь он такой юный еще и такой знаете сердцеед ну вот солнечный солнечный ребенок такой яркий заметный такой знаете а полон в миниатюре вот так я скажу хорошо следующий вопрос кто они друг для друга ну я не буду смотреть каждый между собой потому что это вообще же стих много давайте в общем посмотрю кто они друг для друга как они понимают ну вот аркан мир понимаете они друг для друга огромный мир почему потому что много детей вообще в одном каком-то замкнутом пространстве под названием семья да и здесь вот они все такие разнообразные с разными характерами и вот здесь вот как будто бы этом миниатюра мира до миниатюра вот земного шара какая-то вот такая вот они друг для друга с одной стороны близкие родные а с другой стороны они также далеки друг от друга как одна точка земной планеты с другой да вот как глобус вот они вот такие вот разные на как на глобусе они кого-то разговаривают все абсолютно на разных языках между собой да и одновременно здесь понимаете здесь фишка в чем они разные в своем единении и они едины в своем разнообразии вот так скажу да здесь вот как-то такое сплетение очень интересное кто еще они друг для друга они учителя что по аркану мир как некая такая возможность друг другу для друга двигаться дальше я не знаю каким образом но вот они дают какую-то возможность может быть своим характером один глядя на другого да и понимая что вот я вот так хочу вот так не хочу им это дает какой-то вот мотивацию двигаться дальше а с другой стороны аркан они значимые друг для друга люди потому что падают великие арканы арканы и рафанта они друг для друга являются учителями наставниками людьми которые показывают разные мировоззрения вот если они все вырастут и станут взрослыми и действительно могут между собой дружить то они увидят насколько они становятся богатыми только по возможности того что вы знаете вот в одном месте собрались столько людей и они абсолютно разные они не похожи другом на друга и и эта возможность вот в миниатюре познать мир понимаете здесь как-то что-то такое очень глубокое ну и они учителя пятерка педагли они учителя от друга для друга они проходят какие-то уроки они создают друг для друга кризисы и рост знаете духовный вот они друг для друга обучают я бы так сказала расти духовно нематериально да через какие-то кризисы через какие-то сложности через непонимание один вкладывается больше другой другого использует но при этом они все должны вырасти духовно вот здесь вот одна общая составляющая это духовный рост духовный рост через луну через иллюзии через обман через какую-то вот дымку через свою маму через где-то непонимание друг друга непринятие да и вот рост своей какой-то души они не случайно собрались они все растут духовно по справедливости аркан справедливости что здесь можно сказать они собрали все по справедливости они каждую друг другу что-то дают все дети всегда что-то дают мы это видели по предыдущим позициям но здесь особенная ситуация здесь они дают вот как-то знаете ну по праву здесь кто-то кому-то отрабатывает какие-то кармические уроки не по отношению к друг другу хотя такое тоже может быть а через там я не знаю служение своему брату либо наоборот как-то вот негативное отношение здесь они как будто бы все получают по заслугам солнышко все получаются заслуга хорошо чему они учат друг друга вот прям по одной карте потому что ждет дитёв много так как бы сделать давайте так первый второй ребенок что дают друг другу что какой урок они проходят урок бедности первый и второй ребенок второй первый был мальчик вторая была девочка здесь то что вы загадывали да как энергия они здесь проходят бедность бедность эмоциональную до бедности в умении бедность идей друг друга да то есть они этому учат то здесь они будут может быть как-то ссориться до не обязательно из-за финансов но один другому показывает именно вот этот вот аспект а что позитивного они друг друга учат близость до вот бедности близость вот первый и второй они у них между собой вот это вот понимание когда настоящая близость присутствует когда человек умеет выражать свои эмоции да вот это вот душевность без масок без каких-либо искажений да насколько это обогащает душу не здесь вот это вот богатство как раз таки проходят вот именно в контексте того что они понимают что есть на самом деле богатство да то есть в духовном каком-то аспекте и потом уже как следствие на это приходят какие-то деньги тем самым они прорабатывают бедность но здесь мне кажется бедность не финансовая до между ними здесь бедности как раз таки знаете один другого не понимает не принимает а вот первый и второй потому что второй ребенок он сам себе он вообще независимый четко знает что он хочет и а первый вы может быть наоборот улучшить тому что там надо маме помочь или еще что-то который ребенок вообще не понимает зачем я кому-то должен помогать кроме себя да то есть мне принципе и так хорошо у меня свои задачи по жизни то есть вот здесь вот какие-то такие не недопонимания и это их отталкивает вот они должны научиться близости когда и одному и другому важно близость душевная что значит понимание вот этой близости это их будет обогащать до тех пор пока этого не будет на нибудь ощущать бедность так а второй третий ребенок вот третье вот особо вот это вот ребенок мне вообще интересно что здесь вот с ним происходит но вот чувство вины да здесь между вторым и третьим что происходит второй ребенок сам по себе третий ребенок тоже сам по себе но по-своему и у них у обоих есть как-то знаете чувство вины у первого может быть за то что вот я не чувствую близость я может быть плохой там брат либо какая-то сестра вот по отношению к этому ребенку но я не чувствую с ним связь и вот это вот может вызывать какое-то чувство вины либо вина у третьего ребенка почему я родился такой вообще зачем я нужен а мы говорили у него есть вот это вот депрессивное такое направление суицидальное да то есть вина вообще зачем я родился я груз и вот все такое вот здесь вот чувство вины и у одного и другого каждого она по-своему второго у третьего почему я родился а у второго почему у меня нету близости на почему меня вообще никто не притягивает что позитивного они здесь друг другу дают очарование до очарование того что мир разнообразен и в этом есть тоже свое прекрасно своя прелесть на апреле что вот вот в этой чистоте да здесь вот как-то так интересно происходит очарование что вот особенность третьего ребенка вот есть что-то здесь такое как-то знаете хочется сказать но не просто так этот ребенок родился есть мем что-то такое чистое которое должно пробудиться и вот второй ребенок он чувствует в третьем что есть это и а чувствует он это потому что и у него в потенциале это есть и вот второй ребенок он сам по себе но он достаточно такой жесткий потому что понимаем сам сам по себе это огромная ответственность это не умение расслабляться И вот здесь второй ребенок будет понимать через третьего, что в этом расслаблении есть прелесть, когда ты когда-то можешь кому-то делегировать свою какую-то ответственность, когда ты можешь погружаться, то есть вот второй ребенок видит, что третий ребенок погружается в свой мир, и ему тоже так хочется, потому что в этом мире нет ответственности, нет трудностей, сложностей. И я бы тоже так хотел, чтобы вот это вот волшебство случилось в моей жизни, и все случилось само по себе, то есть вот это, вы знаете, вот как-то вот облегчение какое-то через эту иллюзию. А третий ребенок, он как раз-таки показывает второму, что вот в этой иллюзии, в которой я живу, в том мире, в котором я создала, в нем есть своя прелесть. Это иллюзия, это нереальность, но она тоже необходима. Вот здесь вот такие вот связи проходят. Так, третий, четвертый ребенок. Выбала карта, которая называется «Маленький мальчик». Здесь, скорее всего, вот четвертый ребенок учит, нет, третий ребенок учит четвертого заботу. Заботе каким образом? Потому что вот этот ребенок, да, как мы говорили, который добрый, он заботится, да, он так или иначе, вот о своем вот этом брате, мне хочется сказать, что это брат, третий ребенок, и он заботится. И он в нем видит какого-то вот такого маленького, да, незрелого, маленького мальчика, несостоятельного. А этот из-за того, что он несостоятельный, да, он как будто бы обучает четвертого ребенка заботе. Вот здесь как-то так. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот этот вот ребенок четвертый, он как-то к третьему ребенку больше у них какая-то вот между ними связь существует. Вот он как будто бы к нему с пониманием относится. А вот этот ребенок из всех детей, вот он только четвертому и доверяет. Здесь какое-то доверие между ними есть. Да, он только как будто бы с ним может поговорить, потому что этот будет молчать. Вот выпала карта ангела, вы представляете? Они как будто бы, знаете, для друга, здесь особая связь, здесь особая энергетика между этими двумя детьми. Вот четвертый ребенок для третьего будет ангелом, ангелом-спасателем, потому что все-таки ему он хоть немножко может открываться, хоть немножко может спускать в свой мир. Это, знаете, когда вот он сидит, например, за своим компьютером и играет. И вот когда приходит вот этот четвертый ребенок, да, он спрашивает, например, во что играешь, то вот третий может ему говорить, хочешь со мной? Четвертый говорит, да. И вот они сидят и играют. Не потому что четвертому интересна игра, а потому что он понимает, что это связь вот с третьим ребенком. Это его язык, общение. И он для него, знаете, как ангел, он оберегает. Вот этот вот четвертый ребенок для третьего, он как ангел его. Он будет всегда его оберегать. Он для него всегда будет маленьким ребенком, маленьким мальчиком. Независимо даже, если мы, допустим, возьмем по мере того, как они рождались, эти дети, по возрасту он должен быть младше третьего, если вы так загадывали, да, но по заботе, по любви, по вниманию он всегда будет рядом. Он всегда, знаете, какая-то вот невидимая связь между ними есть, любовь какая-то есть особая. Так, и добрый наш мальчик с нашим футболистом, так чтобы было понятно, да, с нашим солнечным ребенком. А-а-а, наперекор всем препятствиям. Так. Значит, наш солнечный ребенок будет создавать кучу трудностей. А чтобы что-то доказать себе, он не кому-то доказывает, он себе в первую очередь что-то доказывает, что я могу, я способен. Не знаю, почему-то вот у него какая-то вот такая необходимость, какая-то потребность есть. Ну и, как обычно, к четвертому ребенку он будет приходить для того, чтобы вот четвертый его послушал. Знаете, иногда хочется сказать, что он будет его вытаскивать из каких-то передряг, каких-то сложностей, трудностей. И вот этот четвертый правильный ребенок, он всегда будет говорить пятому ребенку о том, что ну хватит, ну блин, ну что ты все время вот куда-то там встреваешь, и потом тебя надо вытаскивать. А последний, он будет всегда обижаться, он будет говорить, что я тебя просила, что ли, да. Ну вот здесь что-то такое. И если мы говорим о связи, то вот у четвертого ребенка есть связь с третьим и с пятым. С этими, ну вот как таковой нету, хотя я говорила о том, что четвертый ребенок похож на второго. Да, они похожи чем-то своей какой-то вот, ой, сори, сори, ошиблась. Последний ребенок похож на второго ребенка самостоятельностью. Я перепутала, прошу прощения. Так, что же позитивного происходит между четвертым и пятым? Рай на земле. А они, скорее всего, друзья. Знаете, вот они как-то дружат. Они друг друга понимают. Да. Они друг друга понимают. Хотя вот у меня такое ощущение, что вот этого доброго мальчика, да, четвертого ребенка, на самом деле никто не понимает. Но он всем необходим, он всем нужен. А вот как-то вот близость есть с третьим у него. А дружба с последним. Ну, они как-то вот близки. Может быть, там по возрасту как-то вот они близки. А какое отношение первого и третьего я хочу посмотреть? Первого и последнего я хочу посмотреть. Так, сияющая звезда. Да, в принципе, никакого. Только как пример. Да, жадность. У них даже контакта-то нет. Вот смотрите, вот жадность, да, на этого вышла и бедность, когда мы рассматривали. Жадность вот первый и последний, а бедность первый и второй. И вот здесь вот такой вот у меня сразу сценарий по этому ребенку, что он не умеет выражать эмоции. Помните, мы в самом начале говорили, это будет его уроком, это будет ему сложностью. Именно поэтому он будет выбирать себе партнера, похожего на маму, которая сильная, но уставшая и не умеет выражать свои эмоции. Вот здесь вопрос прям эмоций и финансов будет стоять. А какая связь второго и последнего? Давайте я посмотрю, блин, такой расклад прям получился на два часа. Но здесь вот, сори, у вас столько детей, что я могу сделать. Вот хочу вот этого и вот этого, второго и последнего, потому что здесь у них есть, они похожи. Первопроходец, да. А вот они похожи тем, что они первопроходцы, да. То есть каждый идут, знаете, такое ощущение, вот как водолей. Никто не понимает туда, в то направление. Может они профессию себе выбирают такую, какую, допустим, раньше, ну вообще не было, да. То есть они первопроходцы в своем деле. И общий у них, да, и урок, это вот быть использованы. Они боятся, что вот ими будут пользоваться, да, что быть использованным. Но здесь доверия у этих детей, у этого и у этого нету. Не между собой вообще по жизни. У них будет сложно с доверием. У первого с эмоциями финансово, у второго и последнего, да, доверие. Почему? Потому что вот это вот ощущение, да, что мной попользуется. Я откроюсь, я доверюсь, поэтому нет. Поэтому я должен быть в безопасности, я должен быть самостоятельным, я должен зарабатывать деньги. И вот каждый по-своему зарабатывает. Второй ребенок через обучение, развитие, а последний, скорее всего, через футбол, либо через путешествия, либо через как-то вот использование своей яркости. Не знаю, каким образом, но вот использование своей яркости. Публичностью, может быть, какой-то. Вот такой был расклад. Да, сегодня я побила все свои рекорды почти на два часа. Ну, мне очень хотелось сделать прям. Если честно, я не понимала, как будет разворачиваться этот расклад, но сегодня вот меня прям саму очень-очень удивило, сколько всего мне показали вот эти вот истории. И у меня такое, знаете, большее ощущение, что то, что я говорила сегодня, это было как-то вот точечно для какой-то одной какой-то конкретной семьи. Но если даже это не так, то общие сценарии, паттерны, я так или иначе старалась вам показать, да, на что обратить внимание. Мне будет очень интересно послушать вашу обратную связь. Очень любопытно. Я надеюсь, вы будете щедры и расскажете, да, что там у вас с вашими детьми, либо внуками, либо если вы загадали себя и своих братьев. Такой момент тоже. А я с вами прощаюсь до следующего расклада. Пожелаю всем отличной недели, всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok